всем привет сегодня у нас сегодня последние лекции на нашу тему вот ссылка не по не лежит на сайте сейчас положу последняя лекция как правило это такая говорильня и вообще вся сразу и это не будет исключением к сожалению потому что если уж говорить честно у нас сегодня лекция объем который примерно совпадает с объемом спецкурса под названием сопровождение пакет но это в общем не впервые мы уже не первый раз так делаем до лекцию размером со спецкурс читаем ну вот один из вариант на на самом деле на эту тему я уже рассказывал довольно много и довольно часто и в довольно разных так сказать контекстах поэтому мне тяжело сориентироваться что из вот этого рассказа которая приготовил ложиться вот в наш контекст да а что значит будет слегка слегка выбиваться из общего из общих рамок разговора но тут уж извините такой немножко тема мною засиженная вот я постараюсь уложиться в одну лекцию но при этом придется по многим темам проходить бегом вот ну о чем вас честно и предупреждаю мы все это время с вами занимались каким-то программированием каким-то оснащением нашего проекта сборочными инструментами и вообще инструменты предназначены для разработки программных продуктов в той или иной степени документирования тестирования значит перевод вот это все мы совершенно не уделили внимание и это не очень хорошо но я как бы рассчитывал что у вас такие скиллы либо есть либо вы их без меня приобретете подготовки сборочного окружения это довольно важная тема которую я каюсь упустил возможно мне стоило кусок сегодняшней лекции прочесть самого начала и начать с подготовки сборочного окружения в принципе то есть с понимание того что когда вам когда вы компилируете компилируете когда вы собираете проект помимо того что на вашем компьютере стоит так на него еще должно быть установлено достаточное количество специальных пакетов собственно об этом как раз я говорил этот пункт у нас звучал помимо того что на нем стоит так на нем что должно быть установлен довольно большое количество всяких штук тип компиляторов девел версии библиотек всякие мейки шмейки гид текста вот это вот все то что в обыденной жизни человеку не разработчику в общем-то минут вот ну да ладно это то чем не рассказал значит я обещал немножко потрогать тему лицензирования и показать сборку пакетов но для того чтобы просто показать сборку пакета нужно на самом деле вот как раз половина того самого спецкурса про сопровождение пакетов поэтому ну побежали сначала про лицензирование потому что это важная тема потому что несмотря на более или менее стабильная то есть стабильно не меняющийся существование этой темы в природе последние 20 лет уровень непонимания происходящего среди за счет народ населения как-то не понижается хотя непонятно почему начнем с вот чего начнем с противопоставления открытой и закрытой разработки на эту тему есть слайды вот они но они довольно старый 2006 год вот можете посмотреть как-нибудь на эту тему есть отличный конспект лекции 17 года ну реально большой вот смотрите фактически расшифровка вот кто-то я даже знаю кто вот этот человек очень сильно упирался вот ну да ладно я попробую эту уложить в 10 минут по крайне вот 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 эту тему ну и эту еще минут 10 значит открытая разработка вообще говоря изначально разработка была в условно открытая в том смысле что программисты чет программировали 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 потом раз уж программирование такая новая отрасль которая занимается может быть 100 а может быть даже 200 человек в мире ну так было когда то это такой в принципе передовой край науки и исследования да вот и эти люди и разумеется будучи учеными приезжали на конференции делились своими впечатлениями о том какого это программировать да вот а потом довольно быстро научились привозить с собой ленточки такие магнитные на которые не записывали исходные коды и и бинарники своих программ вот ну и тут довольно быстро выяснилось что компьютер у всех разные они реально разные и даже если они одинаковые с бинарником программы ничего особо не сделаешь вот нужны исходники которые ты там на месте скомпилируют есть четки не работает поправишь вот если течет нужно такое новое ну например не знаю там программу подготовки документации к печати от одной из самых древнейших программ собственно denis и ken работали над системой документирования для мультикса когда изобрели unix вот так вот программа подготовки печатной документации например включала в себя управление принтерами не было понять прям драйвер драйвер аванса а было понятие управление принтерами ну сам соответственно у тебя другой принтер ты под него пишешь отдельный backend программируешь соответственно те чего нужно тебе нужна вся система подготовки документации в исходниках ну и соответственно возможность ее скомпилировать на твою машину с добавлением туда поддержки нужно примерно так существовал довольно долго вот и вот эта вот схема университетская она в общем сохранилась по сей пору в том смысле что первое что заботит людей которые участвуют в открытой разработке это собственно сам продукт который они делают его качество и потребительские свойства смысле для себя лично потребительские дава они же его и потребляют и это тоже кстати довольно довольно важный открытой разработке что там очень много людей которые что-то делать потому что результат их работы им самим нужны сами программе сам за программой как сам 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 написал сам на памяти выучил что-то такое открытая разработка и второе что очень важно открытой разработке поскольку мы не очень понимаем как какова мотивация людей которые в ней участвуют она может быть любой и это кстати очень важный пункт почему я здесь не написал не знаю хотя мне кажется написал нам конечно же очень важно почему люди приходят в наш проект открытый но мы не должны устраивать фильтр чтобы люди которые пошли за деньгами не не у нас начаться деньги не любят давайте те которые за деньгами идите отсюда куда-нибудь подальше вот это очень глупая идея как-то отфильтровать людей которые пришли тебе помочь в твоей работе или даже собственно может кончиться тем что ты им помогаешь в их работе потому что иерархия динамическая кто сколько вклад вложил тот и как бы уважаем да вот а какие-то какие-то условия ставятся что значит при которые некоторые из этих людей уходит это плохая идея для открытого проекта то есть максимальное привлечение безо всяких препон как можно большему количеству народу это очень важно качество профессионального народа разумеется вот в общем в таком виде это исторически присутствовал довольно долго и пока опускаем вот я не буду пересказывать историю потому что это еще 15 минут значит опускаем историю к сегодняшнему вот так сказать дню устроено это примерно так ну во первых понятное дело что открытое сообщество свободное сообществе открыта разработка это такой типичный пример то что в 80-е годы социотехника неформальная педагогика называла неформального объединения вот потому что никакого тетла нету значит если получается какая-то там лицензийная деятельность или еще что-то только ради того чтобы нормально существовать в рамках в рамках государственных структур а в действительности люди собираются по собственному так сказать самодеятельно да по собственному почину и организуют вот эту иерархию структуру разработки сами для того чтобы это самое общее дело делать ну там разрабатывать программу делать это качественно самому как бы самим пользоваться вот это все поэтому цель сообщества это в первую очередь общее дело какое-то в нашем случае цель сообщество общее дело в нашем случае это как раз то самое программное обеспечение над которым мы работаем вот какова задача самого сообщества не цель а задача да значит что что какие задачи надо решать при организации при существовании такого сообщества главная задача это сделать так чтобы вот это вот эффективная качественная разработка которая является целью велась силами всех заинтересованных то есть вот любой человек который которому интересно могут принять участие это означает это как бы два пункта всех и заинтересованных во-первых это должна быть это так должен быть достаточно интересным и как сказать привлекать к себе потенциальных коллег вот а во вторых как я уже говорил должны быть механизмы которые позволяют участвовать в проекте кому угодно то есть отсутствие фильтров ну вот давайте почитаем до максимально низкая процедура входа и низкий порог входа в сообщество можем разумеется за исключенным за исключением способности общаться с коллегами и раз и собственно разрабатывать код это мы знаем много примеров когда членами салонного сообщества являются люди по жизни в релайфе довольно никому 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 не к не некому никабельные да там слегка аутичные дурным характером вот но дисциплина выработанная в сообществе и достаточно формализованный порядок общения между участниками их им позволяют очень неплохо существовать вместе с людьми более коммуникативными вот а также мы знаем достаточно примеров больших сообществ где в общем не квалифицированных людей тоже много и каждый из них тоже находится на место то есть что не обязательно быть супер программистом чтобы там чё-нибудь разрабатывать в этом вашем лимаксе вот как пример вторая большая тема современного свободного сообщества это максимально доступное информационное пространство значит всю информацию которую вы хотите получить вы должны получить иначе как бы человек не разберется уйдет да это и информационные ресурсы типа вики это и разумеется исходный код нормально публикуемый с как бы понятным ворфлой и всем остальным это разумеется какие-то активные соц сетях это отдельно расскажу сейчас про списки рассылки это почтовые ну и к всякие значит да еще тема если вы собираетесь как-то про эксплуатировать свободный продукт ну результат работы по сообществу по-хорошему вы наверное за этим и пришли все вам вы пришли за каким-то бонусом лично соответственно чем меньше препон на вашем пути чтобы взять вот этот софт и как-то как-то получить с него какую-то свою выгоду неважно какую моральную материальную еще какую-то вот тем больше шансов что у нас сообщества будут мотивированные люди которым это нужно да соответственно до тех пор пока эксплуатация общего труда не приносит вреда не наносит прямого вреда или там отложенного вреда да ну допустим взяли не просто значит свистнули свободный код еще обмазали копирайтами и начали преследовать авторов за то что они этот копирайт нарушать вот это вот прям могут вредительства в чистом виде да но во всех остальных случаях когда личная выгода не мешает выгода любая кстати не обязательно материальные не мешаются основной работе как правило она ей помогает потому что люди приходят за это очень личные выгоды вкладывать вот и это кстати еще одно свойство открытой разработки что непосредственное распространение программного обеспечения который разрабатывается да и это не итог работы в том смысле что мы не для того чтобы распространять это делаем вот допустим если вы разрабатываете какой-то программный продукт и живете с продаж копий то цель вашей работой распространение этих копий потому что чем больше их распространить тем больше вы заработаете вот что там опять таки за недостатком времени про закрытую схему разработки говорить не буду там вот в слайдиках это есть вот но идея стоит в том что если живете с продажи копий то ваша работа работа вашей компании в общем отчасти даже не программистка не ни разу ну потому что это доход с продаж значит в случае свободного от в случае открытой разработки ваше распространение правильного обеспечения до в первую очередь инструмент привлечения коллег вот ну и тестирование потому что тестирование штука дорогая соответственно чем больше народу потыкает в бета-версию тем больше шансов что они отловят баги еще одна важная тема помимо значит вот решение задача привлечения как можно больше народу качественно это поддержка совместной разработки потому что в случае ну то есть я не знаю каких-нибудь 10 лет назад это было просто небо и земля сейчас особенно пока видным так сказать времени все это все эти границы размываются но во времена он и корпоративная разработка закрытая это как правило значит н человек сидящих в одном помещении перекрикывающихся значит через перегородки вот а открытая разработка это как сказать пять человек во всех уголках земного шара вот вот значит вы сидите в уголке этого самого шара своего земного вот и общаетесь с человеком там из штатов из европы из индии и ну в общем вот я говорю изо всех уголков вот соответственно такой способ разработки довольно быстро гораздо раньше чем корпоративные потребовал выработки даже не знаю с чего начать разумеется в первую очередь общей системы контроль версий распределенный типа гита или меркуриал или что там сейчас модно этот самый у бутеров забыл как называется базар вот значит очень важная штука дисциплины разработки дисциплина разработки это понятно это как как感じ everyone в случае настоящей дисциплины дисциплина это не мера послушания а мера ответственности то есть принимая дисциплину сообщества разработки соответственно себя вы как бы заявляете что вы отвечаете за свою за свои действия ну вот в тех рамках которые конечно приписывать и тем самым демонстрировать и свою способность участвовать в общем деле вот я обещал рассказать про списки рассылки опять-таки сейчас по при развитии развесистых систем типа мессенджеров или там слаков или прочих вот таких штук эта граница размывается но сравнительно недавно и уж тем более во времена зарождения и становления свободного по основным способом общения была электронная почта и самое что главное электронная почта это отложенное общение отложенный обмен информацией не онлайновой и это очень сильно облегчает участие в процессе людей которые тяжело формулируют мысль быстро заводится начинают ругаться медленно говорят стесняются общаться в прямую стесняются личных каких-то значит прямо здесь сейчас личных подробностей короче говоря отложенное общение с одной стороны накладывает достаточный уровень дисциплины на участников процесса чтобы не перерасти в срач хотя перерастает конечно вот pardon my french это профессиональный термин вот спасибо спасибо дорогой сокращенец поскольку все живут в разных уголках земного шара вполне возможно они в это время спят а может быть у них режим дня такой что днем они спят ночью работают вот и позволяет спрятаться за вот этим оффлайном людям у которых есть коммуникативные проблемы но они вполне могут решить посидев часок и написав письмо и силу вот этих причин а также в силу чисто психологических причин скажем так архив списка рассылки как информационное пространство по полезности на порядок на два порядка более разумная штука чем допустим архив чатиков ну вот для примера возьмем наш с вами юник совы чатик да там со всей очевидностью есть какие-то полезные вещи но даже несмотря на то что мы выселили сопутствующий разговор в соседний часик да где тоже есть полезные вещи я например вынужден размечать вещи которые я лично считаю действительно полезными специальными хэштегами потому что иначе поиск будет просто невозможно всякие технологические ресурсы не знаю почему это вот эти два пункта не поменены местами вернее этот пункт не является подпунктом того довольно важная штука для для открытого для открытого процесс открытой разработки это всякие удобные для сообщества технологические ресурсы чтобы люди туда приходили ну я понял почему системы отслеживания ошибок потому что эта часть инфопространство вот и часть совместной разработки ну бак зилла вот вот такие вот вещи там редмайн какой-нибудь вот хотя редмайн вот что-то нас не любит смысле открытые разработчики смысле да в открытых сообществ редмайн не очень любит наш редмайн механизм собственно управления управление будет очень раз вот но и другие технологические ресурсы о которых мы говорим чуть позже которые предлагаются участник сообщества чтобы люди туда приходили и грубо и не уходи что-то над быстрее хорошо она относительно свободных лицензий значит мы себе теперь примерно представляем как устроен процесс открытой разработки кто угодно приходит что угодно делает да там если значит какая-то коллегиальность или какой то есть диктатор пожизненно и добровольно этого сообщества вот они принимают решение и вычитывают то что происходит ну в общем нормальная пирамидальная такая система где более профессиональные люди сверху умение профессиональные снизу как бы она постоянно ратируется кто там главный кто не главный это зависит от того как устроено сообщество иногда это все меняется раз в год иногда это не меняется никогда и там по жизни диктатор во главе стоит и все ему доверяют ну в общем такое значит причем здесь лицензия смотрите лицензия это такой документ сейчас я все сильно очень угребляю не хочу завязать юридические тонкости в которых я не спец который грубо говоря описывает две две вещи определяет это условия использования того программного продукта как с которым вы работаете и условия распространения его этого продукта вот что касается условные условия использования то у нас в российском законодательстве кажется и теперь я уже не уверен но кажется нету такой штуки как принуждение к действию то есть вы если являетесь получили какие-то права на программный продукт вы можете делать с ним что угодно например как я понимаю реверс инжиниринг в российских условиях не запрещен если это если вы сами специально не подписали собственно ручно какой-то договор что вы не будете заниматься реверсом или если это камни в него стайна или ничего то такое то есть по российским законам пользоваться нет формы не настолько удобно дорогой сокращенец потому что в форумах как раз слишком много онлайна и вот та самая дисциплина обмена информацией уступает место в общем такому более свободному разговору в котором довольно тяжело искать ответ хотя хотя вот это по практике эксплуатации форму я говорю да значит возможно есть сообщества в которых форму то вот в случае в случае конкретно от linux team реально удобно более правильное место это рассылка чем чем форум вот это я ответил на вопрос что форма удобнее и теперь вот на мой вкус на мой вкус именно в смысле дисциплины работа с текстом дисциплины смысле сетевого этикета помните такое было понятие не тикет такой суть смысле сетевого этикета списки рассылки а вот что касается условий распространения вот в этом смысле как раз всевозможные лицензирования просто как бы там это и есть то самое поле на котором происходят всякие манипуляции значит опять-таки не вдаваясь очень сильно в юридические подробности выделим две роли в случае условия распространения роль правообладателя это роль человека который определяет условия распространения или организации то есть такой мета а где-то собственник человек который не просто как бы заявляет свои права на произведение но заявляет то что называется в законодательстве исключительные права то есть он автор вот значит он предписывается условия распространения по какой лицензии он составляет как бы эту самую лицензию ну и из там вот а вот если вы получили на руки копию в программного обеспечения и собираетесь распространять дальше то вполне возможно и скорее всего вам исключительных прав не передали некоторые исключительные права вообще не отторжил но вам выдали достаточные права чтобы вы занимались этим распространением дальнейшем ну например будут не знаю там если магазин продает какой-нибудь проприетарный софт да он же у продает он занимается распространением на каких условиях как можно вступить в альтин покажу значит я думаю что даже не так я могу не успеть показать хотя просто по времени на всякий случай сразу отвечу илье зайдите на сайт альтлинукс орг вот и там будет процедура вступления в тимп посмотреть значаться ну вот вот примерно вокруг этого будет болтаться все все весь дальнейший вот этот кусок нашего разговора значит так вот 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 что такое с моей точки зрения лицензия да я возможно что-то упустил но вот это эти пункты важны зачем свободному зачем открытой разработки специальное лицензирование опять-таки пропускаю кусок истории про ричарда нашего мэтью столмана глядите какой красава значит который был очень крутым программистом свое время таким знатным хакером вот и в какой-то момент обнаружил что он работает я не помню кажется над лист машин или на чем-то таким и весь исходный код который он лично написал ему не принадлежит потому что по американским законам значит исключительные права на исходный текст который ты пишешь находясь на зарплате принадлежат твоему работодатель кстати сказать где-то в двухтысячных годах когда была реформа федерального законодательства в россии этот момент прояснили и внимание по российским законам вашему работодателю принадлежат только не исключительные права на исходный текст то есть вы исключительно права принадлежат вам как автору если конечно вы не подписали соответствующие соглашения в котором черным по белому написан акт передачи исключительных там всех кроме не отторжим если вы это бумажку не подписывается то работа по найму работа за деньги работодателя дает ему право работодателю получать не исключительные права то есть там последующее распространение того что вы написали вот это все но управлять процессом вы как это ни странно иметь это в виду в россии этот значит какая цель лицензирования разумеется значит открытая модель разработки уязвима в первую очередь уязвима для эксплуатации вида все украли обмазали копирайтами начали преследовать авторов реальных потому что копирайт не у них вот илья к сожалению я не это довольно интересная тема боюсь что просто я них вы не успею на нее ответить на этот вопрос там все и хуже и лучше хуже потому что частично они прямо нарушают эту лицензию вот а лучше потому что они не то что не принимают да там ну короче нет давайте отложим этот момент вот там есть трюк вот вот коротко отвечаю есть трюк который говорит о том что внедрение внутри одного ведомства не является распространением например внутри всего министерства обороны внедрение не является распространение поэтому есть учет закрываешь внедряя что-то внутри министерства обороны это не распространяешь лицензию не нарушаешь насколько этот трюк насколько этот трюк законен фиг его знает давайте сменим тему хорошо значит зачем открытой разработке свободной лицензии залили вообще лицензирование это лицензирование должно защищать сам процесс разработки от вот такой убийственной эксплуатации вот да значит когда к людям просто подступают со словами я успел зарегистрировать патент теперь ты нарушаешь мой патент или копирайт значит от непрямого ущерба связано например с тем что человек или компания берет свободный программный продукт делать его несвободному и начинает конкурировать на том же самом рынке на это вот главное да что и свободный продукт и тем самым в общем убивает приток разработчиков в него вот такое тоже бывало и от всяких юридических казусов когда люди в общем не хотели а получилось плохо да там вот это случайно нарушение каких-то патентов значит довольно часто кстати ситуация ну в общем вот 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 когда внезапно выясняется что вы кому-то представляете представляете юридическую вопрос значит соответственно что нужно нужно взять существующие в количестве существующие в количестве на сегодняшний день лицензий которые защищают ну скажем не свободную разработку да ну собственно позволяют скажем зарабатывать на продаже копий да на копирование вот и составить такую же лицензию которая бы обеспечивала нормальную открытую разработку вот это вот все и обеспечил вот эти уровни защиты ну вот спасибо он ему столману господи ну ну давайте эту тему прекратим дорогой урмат я не знаю как ударение ставится ваше имени министерство обороны брала за основу фрибезди я лично один раз имел доступ к этой операционной системе она называлась называлась она да неважно как она называлась главное что скорость разработки такого рода операционной системы запаздывала примерно на 10-15 лет от основной ветки понимаете на 10-15 лет можете вообразить ну как это сказать ну вот то есть в этом смысле догонять фрибезди гораздо тяжелее потому что там надо все все делать руками от начала до конца а так это хорошая была идея да там с лицензией все все вроде нормально и не тройте меня тут давайте вернемся к основной теме вам не интересно по свободно лицензировать и устрою экзамен спрошу да окей значит для того чтобы ваш процесс открытой разработки защитить был бы неплохо чтобы ваш софт распространялся под некоторые лицензии которая определяла как бы предоставляла бы право любому человеку без каких-то ограничений на использование программного продукта смотри замечание относительно российских законов право на изучению и модификацию этого программного продукта тоже смотри выше но вот в этом случае как правило требуется чтобы вы предоставляли исходный код согласно этой лицензии потому что иначе как вы будете изучать будет только реверс дальше более важные пункты право на распространение без каких-то дополнительных условиях дальнейшее распространение программного продукта обратите внимание что в случае открытой разработки это важный момент без которого вообще трудно сообществу жить и что самое важное право без каких-то дополнительных ограничений распространение модифицированных версий вот это уже штука которая позволяет вести на базе свободного пола вообще говорят бизнес потому что вы берете чужой код вносите туда какое-то изменение которое обеспечивает вам преференции на рынке и в течение какого-то времени эксплуатировать эти преференции на рынке вот то есть пожалуйста вот вот до удовлетворение вот этой вот этого требования чтобы когда вы хотите как-то проэксплуатировать исходный код без причинением ущерба скорее всего с причинением ему пользы это должно быть в лицензии прописано что это можно вот обратите внимание как как именно вносить изменения в исходный код да то есть как эти изменения как эта модификация про будет происходить ничего не сказано то есть вы в принципе можете потребовать например мой код совещания давайте все что будете распространять вы будете спать мой код а свой код в виде изменений вот это дурацкое требование потому что всегда можно положить старый файл новый файл сказать вот это старый файл это изменение вот дурацкое требование но когда-то там вот в начале всего это движение многие люди из ревности значит так делать вот ничего не сказано скажем про несколько про исключительные права возможно значит возможны схемы при которых копирает остается у изначального разработчик потому что для того чтобы для того чтобы вот это все реализовать вам достаточно не исключительных прав которые вам передаются лицензии ничего не сказано про деньги вообще то есть вот эта легенда что свободный софт нельзя продавать это легенд глупая все можно продавать за что деньги платят вот более того если вы запретите продавать вот это уже будет нарушение одного из прав а именно право на распространение без каких бы то ни было ограничений запрет получать с этого деньги это реальное нарушение коммерческой лицензии свободной лицензии значит а по передачу исключительных прав я уже говорил да что вот в случае свободной лицензии этот вопрос не оговаривается или оговаривается если вас это интересует вот значит еще одна тема которая довольно быстро налипла на классическую так называемую разрешительную свободную лицензию это защита от непрямой эксплуатации приносящий ущерб то есть ситуации когда ваш код кто-то берет и делает на его основе не свободный программный продукт который конкурирует с вашим свободным на рынке а все те улучшения все 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 те ноу-хау бизнес преимуществ которые значит человек себя обеспечил таким способом да они проходят мимо вас потому что его его продукт не свободно то есть он воспользовался вашим трудом и значит в благодарность начал как бы смещать вас из рынка да это не очень хорошая тема значит есть к ней два подхода подход первый люди в общем все вменяемые и наверное не так делать не будут потому что если у них нету полноценный из них есть полноценный девелопмент который способен собственный вариант программного продукта написать то зачем им брать наш а если у них нету полноценного девелопмента то они наверное захотят потом снова брать наш и вот эти постоянные попытки переделывать то что то чем они не управляют конечно приведут к некоторые неразберихи и нормальные люди так не делают вот это мнение как скажем так не всегда верно мы знаем огромное количество как раз таких эксплуатации свободного софта вот и поэтому для защиты от такой ситуации был введен еще четвертый ну пункт номер 4 5 вот который сводится к понятию капиллефт капиллефт это собственно прямое указание того что при распространении очередной как бы собственник не получает не исключить не не получает исключительных прав только не исключительно то есть часть исключительных прав которые регулируют собственно дисциплину раз дальнейшего распространения остается у правообладателя вот и в эти права включен собственный кабинет в котором написано что если вы распространяете мы не производный продукт то в нем вот в той лицензии под которой вы распространяете должны присутствовать все пять пунктов исходной лицензии эти четыре и этот вот в числе прочего это означает что вы не можете взять из открытого продукта сделать закрыт . потому что в лицензии написано что он должен быть открытый любой производный тоже должен быть открыт вот самый простой способ просто не менять лицензию приехал к вам гпл отлично вот будет тут конечно надо было упомянуть гпл как самую такую самую продвинутую лицензию вот примерно такая картина такая картина встает перед нами когда мы говорим что вот на базе этого на базе открытой разработки и свободного лицензирования мы можем попробовать построить в принципе разработку операционной системы большой а не только какого-то конкретного отдельного свободного продукта значит то есть начну даже с конца ну нет не начну давайте давайте по очереди значит и так что что мы имеем с гуся если мы работаем со свободным софтом то мы можем во первых делать из этого софта сборник то есть нам никто не мешает свалить все свободные программы в одну кучку и сказать вот давайте из этой кучки вы все будете ставить причем не просто сборник а сборник адаптированных улучшенных модифицированных версий этого софта которые там друг другу больше соответствуют поддерживает некоторую дисциплину общую вот и вообще как бы по-хорошему являются просто компонентами операционной системы именно что берется сторонний софт и пересобирается таким образом чтобы он стал компонентом операционной системы так называемым пакет вот ну и в работе над этим сборником опять-таки в силу того что лицензия свободная и от разработка открыта может принимать любой то есть такой любой человек даже не будучи программистом может поучаствовать в создании операционной системы по крайней мере так сказать вот на уровне и и админство это кстати довольно большой класс пользователей linux дистрибутивов такие админы которые в общем если были когда-то программистами то давно и не очень вот соответственно что мы можем предложить в случае когда у нас все пакеты сложены в одну кучку да во первых мы можем предложить сборочные серверы это довольно частая тема что человек не будет не на своем домашнем компе да там проверять собирается пакет или нет а делать это на ресурс сообщества вот кроме того как правило сборка происходит для того чтобы пакет попал в репозиторий сборка происходит строго на сборочном сервере сообщества чтобы там было все чисто об этом еще чуть поговорим вот а это означает что если у нас сборка и выкладывание пакет в централизованы вот в рамках репозитория то мы можем наложить на эти пакеты всевозможные всевозможные интеграционные тестирования то есть то чего отдельный человек у себя дома сделать не может вообще в принципе по определению вот у нас есть очень много пакетов среди них мы можем запустить какой-то анализатор который бы проверял а вот например при установке пакета не конфликтует он с кем-то еще и что так вот про информационное пространство я уже говорил вот ну и собственно репозиторий это вот та самая штука которая сообщества для себя организует соответственно на базе этого самого репозитория можно выпускать дистрибутивы то есть мы берем вот эти пакеты складываем их в некоторый комплект естественно не все потому что все это много правда пример в терминок где бен гну де бен линукс именно репозиторий называется дистрибутивом вопрос терминологии да я пользуюсь понятием и дистрибутив как набор пакет на определенном носителе для того чтобы из него сделать путем установки сделать операционную систему на машине примерно такое понятие дистрибутив да поэтому это комплект пакетов эта программа установщик в пакетах разумеется значит это не просто какие-то левый софт с миру по нитке они взяты из одного и того же репозитория и по этой причине притерты друг другу гораздо больше чем произвольный свободный собственный взяты с произвольного места вот возможно при выпуске дистрибутива скорее всего даже я бы сказал дополнительно потрудилась команда ребята из команды тестирования которые протестировали потом определенные методики вообще способность этих пакет кроме того поскольку никакого запрета на коммерческую деятельность вокруг свободного софта нет по определению свободной лицензии вполне возможно к дистрибутиву прилагаются всякие коммерческие услуги и сам дистрибутив решает какие-то коммерческие задачи вот поскольку это сборник мы вполне можем на самом деле положить туда чуть не свободное внутрь дистрибутива потому что все программы свободные все по очереди свободные а за счет драйвер nvidia но всем же нужен драйвер nvidia ну хорошо не всем многим нужен драйвер nvidia а он ни разу не свободный ну вот мы его тоже можем положить дистрибутив с вами вы знаете вот на это вот вот на этой лицензии немножко другая ну чё делать другая вот такие дела значит теперь что касается того что представляет собой пакет мы плавно собственно возвращаемся к нашей исходной темы сборка до под линукс и напоминаю что сегодняшний угол рассмотрения это то о чем мы не поговорили сегодня вот они поговорили за семестр вот мы пытаемся одним махом поговорить про все о чем мы не поговорили за 7 и так предпосылки существования репозиторий очень простые репозиторий это фактически такой же свободный проект как любой свободный проект от стрима там любой вот с некоторой спецификой главная специфика что репозиторий состоит из пакетов основная работа людей которые содержат репозиторий это превращение произвольного непонятно откуда или понятно откуда но непонятно в каком формате существующего свободного кода в пакет являющийся компонентной системе компоненты системы сейчас я перескажу план чуть ли не двух лирц и одновременно поэтому страдаете возможно вы уже немножко в теме что такое пакет первое свойство пакет пакетом просто архив могу даже поскольку я все время болтаю могу даже показать ну допустим где-то у меня есть репа там steam лежит репа не лежит ладно у меня есть пересобранный пакет в количестве даже вот боже мой что это и почему она тут делает что она тут делает я не понимаю что это я не понимаю зачем она тут я не понимаю а это какая-то копия которая когда-то была ну ладно слушайте нашел какой-то пакет и хорошо удивительное дело ну бог бы с ним а тут ничего нету я понял хорошо отлично нашел вот пакет отлично прекрасно значит а правда это исходник ну все равно значит это вот где-то здесь должны быть должны быть и бинарники бу что там я хотел я хотел ли фалт вот за счет пакет как он устроен на самом деле это архив вот и все обратите внимание кстати взгляните пожалуйста в этот самый архив что он немножко похож на наш последнее домашнее задание видите это архив у которого который растет из какого-то подкаталога обратите внимание на точку в начале до после чего у него такое стандартное дерево линуксовых директорий значит линуксовых каталогов usr bin usr include usr lib usr шари но вы меня поняли вот видите да соответственно соответственно вы можете представить как решение пошления домашнего задания превращается в пакет мы просто переходим в тот каталог куда вы сделали install как бы вида номер два да когда вы делаете все как если бы у вас все файлы лишали в usr вот а потом ставите в подкаталог и в этом подкаталоге просто его собираем вот помимо цепи его архива который лежит в рпм пакете там есть еще заголовок достаточно развесистый но мы его еще увидим этот заголовок итак первое свойство пакета это архив второе свойство пакета его можно удалить установить и удалить поскольку у вас есть требования что пакет можно удалить это значит что должна быть где-то база данных в которой хранится из каких файлов этот пакет состоит вот и это так в разных случаях пакетных диспетчеров это установщиков это по-разному устроено но в общем эту информацию а также информацию о спецфайлов надо где-то хранить и описывать в соответствующем спике значит что такое спецфайлы ну например конфигурационные файлы почему они являются спецфайлами потому что представьте ситуацию вы ставите какой-нибудь ну не знаю веб-сервер из пакета настраиваете него редактируете конфигурационный настраивать 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 посмотрели и решили что вам не годится удаляйте пакет вместе с пакетом удаляются разумеется его конфигурационные файлы если они не помечены как спец а завтра вы понимаете нет зря я удалил нормально надо поставить обратно и и заново настроить вот поэтому чтобы избежать частой ситуации вот в этом в этом в этом случае приходится помечать конфигурационные файлы как специальные и ну и тогда как такие которые если их изменили если у них изменилась контрольная сумма то их удалять не надо на всякий случай ну переименовать их какой-нибудь рпм вот не знаю короче файлы которые не надо удалять если их модифицировали потому что модификация этих файлов штатная ситуация и если админного модифицировал то наверное он захочет его куда-то забыкапить вот и то же самое с обновлением до что когда вы обновляете софт он как бы если как в тебя не например у вас нету жесткой дисциплины что после обновления пакет должен продолжать работать даже если у него изменились конфиге такое тоже бывает такая вот у тебя не дисциплина то если ее нету такой дисциплины то новый конфиг измененный приезжает какой-то специальный отдельный файл а сохраняется старый при этом понятно если там форматы несовместимы админ должен руками поправить а если они совместимы то старый измененный конфиг лучше чем но вот помимо этого есть всякие гост файлы хвост в смысле которых не существует в момент установки но которые нужно удалять в момент удаления ну и так дальше в общем помимо того что при установке пакета его списка где его файлы регистрируются в системе они еще расписываются всякими волшебными дополнительными свойствами вот такого вот сорта но еще кстати контрольной суммы а то знаете так вот вы поставили бинарник а у него контрольная сумма изменилась это подозрительно следующий акт морализованского балета это установочные сценарии установочные сценарии это часть пакета которая выполняется в момент установки перед установкой после установки перед удалением после удаления в в случае тебя на например есть еще при и пост конфиг скрипты то есть помните требования которые только что озвучил при обновлении пакета он должен продолжать работать даже если конфиг файлы изменились да соответственно есть целый механизм и целый сервер в дебяне который называется депконф который ведает вот этим программируемым изменением конфигурации вот и в дебяновских пакетах есть отдельные скрипты которые значит запускаются при значит необходимости отконфигурировать или переконфигурировать пакет эти скрипты как правило предоставляются монтейнером то есть человеком который адаптировал свободный сторонний софт к пакету превратил в пакет вот и они бывают очень разные там мало ли что нужно поделать ну не знаю там вот допустим поднимается какая-то штука которая нужна база данных для того чтобы она работала ну создается база данных при установке до при удалении удаляется база данных вот такого сонской пользователь специальный задается вот это все вот другой вид установочных сценариев так называемые триггеры триггер это сценарий который писать вам не надо но он выполнится по факту наличия ну допустим файлов определенного рода в пакете например ваш пакет приезжает с десктоп файлами вот десктоп файл означает что у вас должен появиться соответствующий пункт меню в менюшках винду менеджере да что у вас если например про приложенька от которой десктоп файл приехал умеет открывать файл особого вида у вас должен измениться обработчик маймов вот и все это вообще говоря вам делать не надо или например допустим вы при же при пакет вы ставите пакет с библиотекой разделяемый и вообще говоря после ее установки нужно ld-конфиг запустить чтобы кэш разделяемый библиотек обновить вот вот это все вам руку в ручную делать не надо потому что понятное дело появился десктоп надо перегенерить меню появился со в библиотеках надо передать сделать ld-конфиг ну короче говоря при установке пакета автоматически появился man page надо сделать апропо и индекс индекс манов апропо переставить но не важно важно то что это надо сделать вот чем больше таких сценариев триггеров в комьюнити придумано тем проще спецификация файла потому что вот такие вещи вам делать не надо из-за вас сделает соответствующий триггер вот самая пожалуй важная тема с пакетами которые посвящена всего одна строчка в нашем разговоре но тем не менее это очень важная штука это установочная зависимость вот все кто из вас более или менее рулил линук с дистрибутивами знает что ставишь пакет с ним еще рекурсивно ставится 100 500 других пакетов ну или не 100 500 зачем это нужно в первую очередь это нужно для того чтобы не делать параллельно одну и ту же работу многим людям если нужна какая-то библиотека эта библиотека отформляется в отдельный пакет и все другие пакеты пользуются этой библиотеки это удобно это означает что такая библиотека будет активно и внимательно поддерживаться потому что она нужна многим это значит что если в ней вылезет какая-то бага то достаточно будет пофиксить один раз в этой самой библиотеке и не в какой ни в каких других ее копиях этой баги не будет потому что не будет самих копий вот и это в общем минимизирует объем потому что вот ну вот смотрите вот этот пакет рефал да это вообще-то компилятор с языка программирования рефал 2 да то есть целый компилятор давайте посмотрим какого размера преждевременный камень конец архива это как а господи прости 176 чего килобайтов байтов нет килобайтов конечно вот 176 килобайтов вы когда-нибудь давно видели софт который не использует пакетную систему интер инсталлятор под винду чтобы был размером 176 килобайтов компилятор языка программирования с библиотекой вот почему так потому что большая часть того что этому пакету нужно уже является пакетом системы там всякие библиотечки которым используют вот это все так что зависимость это хорошая штука но она же конечно и плохая штука тогда когда вы этих зави в этих зависимостях путаетесь особенно это плохо когда у вас есть несколько разных внешних репозиторий в которые друг на друга не завязаны вот когда есть один репозиторий это очень хорошо внутри одного репозитория можно даже устроить полную тотальную проверку зависимости всего на все как например сделано у нас в репозитории сези вот и вообще запретить отсутствие наличие неудовлетворенных зависимость так называемых отмет мы к этому еще придем вот а если репозиторий несколько там между ними между ними могут быть какие угодно соотношения в том числе вы ставите пакет он не обновляется в результате один репозиторий обновляется другой нет все отъезжает пристает работать ну в общем печаль боль слезы кровь вот но еще такая мелкая тема конфликты альтернативы ваши пакеты должны уметь такие штуки когда у вас допустим несколько одновременно несколько других пакетов предоставляют одну и ту же сущность ну там не знаю редактор вим редактор неофим и там классический вяй всей каждый из них может работать как редактор вяй да они должны уметь стоять вместе с системе ну или соответственно не умеет вот или там есть библиотека или джипе есть ли джипе там turbo джипе они разные но они предоставляют одну и ту же api соответственно надо как-то договариваться как они сосуществуют или как они не сосуществует системе вот вокруг пакет что есть во первых установщик пакета установщик пакета эта штука которая берет пакет ставит его в систему вот и распаковывает регистрируют раскладывать зависимости в случае чего проверяет целостность она же вот если нужны какие-то другие пакеты в качестве зависимости они не стоят а нам говорит слушай а у вас вот для того чтобы установить этот пакет нужно еще установить кучу пакетов по зависимости ну давайте сейчас попробуем что-нибудь такое сделать значит я немножко волшебных слов вот это вот мой личный скрипт поэтому пока не обращайте на него внимание я надеюсь что к концу лекции станет понятно зачем он но что конкретно он делает там довольно много функций поэтому поэтому не сейчас вот у меня видите у меня уже два репозитория которые слегка друг друга перекрывают это уже нехорошо хотя тут не так страшно это просто мои собранные программы вручную а они слегка повторяют программу которые есть в основном репозитории в сези пакетный диспетча а до установщик ну давай 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 там значит в значит по сообществе альтлинук steam используется установщик рпм который был взят давным-давно из редхата 20 лет назад смотрите там в начале есть ссылка на такую вступительную речь на какой-то олимпиаде цифровой которую я прочел по истории linux там есть в том числе история linux вот можно туда заглянуть вот значит традиционно в альтлинук steam в качестве установщика используется рпм более или менее похожий на тот рпм который если по супору используя фредхате но не совсем нам приходится держать кое-какие штуки вот сейчас скажу для чего значит ну давай 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 вот значит теперь мы сделаем вот так вот и теперь мы сделаем вот так да вот допустим мы обратите внимание на вот это супер пользователь который хочет поставить пакет он лежит вот здесь вот юсера сердце рпм рпм с нет соуси спам вот тут вот он этот самый рифал 2 грн рпм минус и вот эту всю фигню формат фау естественно алгоритм совершенно нет дорогой друг ты не можешь поставить этот пакет у него зависимости какие зависимости он 3 2 разрядный это это пакет под 3 2 разрядную архитектуру сейчас ему другой возьмем чтобы не не мучиться этот пакет под 32 разрядную архитектуру потому что рифал не бывает 4 4 разряд дать ему ташенька другое достаточно релевантно то есть у нас есть несколько своих несколько своих послоений возможно мы успеем на них взглянуть сегодня вот и мы по некоторым фронтам отстаем от обстримного рпм ну потому что он на свой но большая часть того что как бы за эти годы накопилось в наших рпмах она разумеется адекватно друг другу больше всего разницы в том в том какова инфраструктура под которой этот рпм работает у нас гораздо больше например всяких триггеров и очень много того чтобы вам фидорных спеках делается руками у нас не делается вообще руками потому что все это делает рпм при установке так значит видимость в пролог хорошо давайте тогда попробуем поставить сви пролог рассказываю значит это зря я вообще на него обратил внимание но что 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 тут поделать вам случае от linux steam у нас нет возможности непосредственно ставить 32 разрядные пакеты в том виде в котором они лежат в 32 разрядном репозитории в 60 разрядной репозитории у нас есть специальный репозиторий который называется x86 сейчас скажу вон называется вот так вот да в котором в который обычный робот пересобирать пепи пересобирает пакеты их точнее даже не пересобирает а переобрезает пакеты из архитектуры и 586 таким образом чтобы их можно было установить в их свой 664 они не конфликтовали в первую очередь чтобы бинарники там либо вот это все вот это делает робот то есть он просто делает это со всеми библиотеками с некоторыми помеченными бинарниками то есть тут как бы особого вмешательства монтейнера не требуется вот а вот в случае этого самого конкретно рефала он просто сам по себе только 32 битный вот поэтому я решил сделать пакет который ставится просто тупо ставится в 64 разрядную систему но он просто пользуется 32 разрядной библиотекой вот и все и это пакет вообще говоря дисциплины x864 он не требует вот этой пересборки роботом он не требуется чтобы он заезжал в репы вот этот самый в аре по репозиторий пи 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 упакованный да это просто такой пакет ну там бинарных просто 3 2 разряд не бывает 64 разрядного дефала ладно давайте мы лучше тогда попробуем установить другой пакет который называется свипролог вот смотрите-ка он горит мнение не буду вам ставить установщик не буду вам ставить этот пакет почему нужен еще свипролог ну икс окей давайте давайте хорошо ну икс ладно договорились вот их там два вот оба и поставим нет говорит смотрите какой-то еще и макс нужен короче нельзя с помощью установщика пакета на самом деле поставить пакет если только у него нету прямых как бы зависимости вот таких вот коротких обратите внимание на вот эти страшные строки это ответ на вопрос чем отличается наш рпм от upstreamного вот эта вот штука и это вы будете смеяться зависимость на версию он говорит смотрите кстати плохая зависимость надо будет надо будет посмотреть что не так с этим пакетом он говорит смотрите этот самый пакет для него для него нужно надо посмотреть для него нужно библиотека либо x11 вот такой вот версии что это за версия такая страшная вот ответ простой на самом деле это не версия а множество функций которые конкретно вот этот пакет хочет из этой библиотеки множество функций потом превращенная ну в относительно короткую запись вот сама такая библиотека предоставляет некоторое множество функций в случае либо x11 гораздо больше там быть такой на два экрана вот этих букв вот и соответственно это сделано зачем это сделано затем чтобы не вводить жесткую зависимость на версию представьте себе что вместо вот этого множества здесь был написано хочу библиотеку либо x11 20.1.0 выходит субминорная версия 20.1.1 и зависимость ломается мы опять видим всю эту картинку вот вот я объясняю что это такое да они как бы их не нужно читать это это делает робот пальцами это никто не пишет соответственно если бы мы написали четкую зависимость от версии библиотеки мы бы каждый раз когда версия библиотеки но скажем либо x11 увеличивается вынуждены были бы менять пакет свои право а значит поскольку нам из этой библиотеки нужно очень немного я сейчас у меня сейчас нет времени чтобы распаковывать вот эту штуку но там по внешнему виду пяток функций то если эти пять функций остались в следующей версии библиотеки неизменными то мы можем надеяться что никакого и там не поломали обид вот мы можем надеяться что даже при увеличении субминорной версии вот этой библиотеки все опять продолжает работать а то что там не поломали оби гарантируется вот этим вот это версия библиотеки а вот это то множество которое нам нужно вот если будет написано 100 точка 7 все зависимость поломается это означает что там что-то сильно поменялось и нам нужно пересобирать вот ну тут я вот явно парочка функций даже одна нужна в либо xp вот все-таки я хочу быть нормальный пакет у которого нету нету зависимость который сам встанет шпи год вот шпи год он работает или нет а давайте так сделаем вот этот самый шпи год вот кстати еще один с другой стороны подход нифига мы не успеваем ну что поделать значит чем хочет либо мп гну мультипроцессинг он хочет да что что будешь делать а кто никто не хочет ничего кто ничего не хочет диксель ютилс рефал 2 а есть сэндалон вот сэндалон ничего не должен хотеть вот вот этот пакет не хочет ничего пока и так у нас осталось 10 минут на все за что я сделаю я вас обману и не покажу вам сборку пакета сейчас скажу почему потому что там слишком много непонятных вещей видимо придется эту сборку пакета отложить на следующий семестр если у нас будет такой такой спецкурс вас послать на аналогичный спецкурс который когда-то мы уже читался хорошо значит это будет правильно на самом деле ну наконец-то мы туда наконец-то мы можем поставить пакет давайте мы прям все вот да значит рпм миску или п большое чуваку минус и сорцер пм сорс он приехал сюда вот он называется по 7-зип стану лп чё не так чему не нравится так то работает так работает он ничего не хочу а ты маленькая тормоз вот смотрите очень маленький пакетик в нем есть бинарник причем обратите внимание скорее всего это статический бинарник вот и man файл больше ничего ну давайте его установим этот кусок я надеялся получится сам но видите не получился сам но придется придется его забарывать хорошо давайте посмотрим что хочет быть при всем зип давать ничего я думаю что мы его можем установить да там вот он установился теперь он у нас стоит от по семье по нему не нужны были никакие это самое все хорошо вот теперь можно попробовать удалить то вот смотрите вот он есть вот он есть да а теперь мы его удаляем вот его нет ну и соответственно этих файлов тоже вот вам установку удаления пакетов поочередно понятное дело что в такой форме это работает отвратительно поэтому для того чтобы это работал плод по-человечески люди могли с этим как-то жить у нас есть так называемый пакетный диспетчер то есть штука которая работает уже с репозиториями она умеет скачивать она умеет выстраивать дерево зависимости она умеет определять какие пакеты надо еще до скачать для по зависимостям чтобы она заработала вот она умеет что она еще умеет она умеет рекурсивно устанавливать или рекурсивно удалять пакеты вместе с теми как то которые не будут работать без удаленного пакета вот и она умеет скажем так определять какой пакет новее если у вас много разных репозиториев зарегистрировано в системе этот штук называется пакетный диспетчер традиционно в от linux team используется apt в качестве такой вещи вот выглядит примерно так давайте вот что мы сделаем я вспомнил что у нас же есть прекрасная зачем я лез в какой-то хэшер на все равно нам хэшер не понадобится вот об этом ствол что там рифал 2 да вот видите что он хочет он хочет 230 видных 230 обидных но кстати я вам соврал судя потому что я вижу ли фал 2 такие такие ари арепнутый вас я вам соврал все было проще это просто арепа да хорошо пояси им зим он кстати стоит наверняка нет обратите внимание на разницу в поведении по сим зим поставился не глядя потому что у него зависимости нет рифал сказал что значит во первых что он не существует как 6 4 разрядных я тут вас обманул александр андрей нет сокращенцы обманул а в действительности он берется как раз из репозитория x 866 4 596 потому что он зарепнутый но он поставился вот вот это по 7 zip который просто так поставился давайте какой-нибудь поставим что-нибудь с зависимостями мы не знаю там шпигот этот самый я его он тоже поставился но не знаю тогда что вот смотрите какая картина он говорит что для этого свипролога а самом деле нужно вон целую кучу всего поставить все эти пакеты нужно ставить случае если вы хотите поставить один единственный пакет свипролог как это происходит от заходят в репозиторий скачут индексы выстраивает выстраивает из этих индекс индексов дерево и поэтому дерево определяет какие пакеты нужны еще заодно обратите внимание тут говорит что 109 пакетов можно новых за сандали смотрите не хочет почему не хочет да потому что индексы у нас старых надо сказать а где торты он сначала сходят во все наши репозитории обратите внимание как они выглядят бинарный репозиторий но arch репозиторий и репозиторий для репа вот их три штуки как раз это архитектурно зависимая тортурно независимая это перепакованный из 536 x 866 4 вот ну вот пожалуйста 200 пакетов не будет обновлено жмах вот обратите внимание что при этом лип гмп был еще и обновлен был значит лип гмп 10 6 2 1 1 1 стал аль 3 видим какие-то баги там исправили ну вот что еще умеет а от умеет вот такую вот штуку это обновление вот эти те самые 200 пакетов которые он собирался обновить он говорит ну надо обновить о гцц 10 приехал в репозиторий как вкусно вот он их сначала скачивает из соответствующих репозиториев скачал теперь он устанавливает обратите внимание это рпм устанавливает не apt apt не умеет об умеет ходить скажем так диспетчер умеет ходить к установщику для установки собственно это и делает сейчас примерно до половины до 50 он дойдет там может быть до 60 а потом начнет удалять старые версии собственно потому что это обновление поставить новую и удалить старые о нет это групп сейчас этом это обновился обновился этот самый загрузчик но вот это удаление пошло все где она тут пошло удаление где-то в районе 50 в эту долине старых версий вот все обновилось вот это обновление как видите я был прав сказав в начале что не успею видимо рассказать все у нас уже закончилось время а у нас провалилась тема про сборку пакетов ну и хрен бы с ним значит видимо это тогда мы переносим разговор про сборку пакетов переносим на грубо говоря будущее время непонятно когда а сейчас позвольте мне потратить еще несколько минут на то чтобы закончить тему с пакетами а еще есть штука которая собирает пакеты вы знаете не знаю будет ли или нет это надо посоветоваться с кафедрой курс по риск файв это довольно мощная штука мне нужно много в него вложиться чтобы его разработать и не очень востребованы вот если она как бы если будет кто-то кто меня под это мотивирует так сказать деятельно тогда этого курс будет хорошо значит сборщик пакет традиционно это та же самая софтина которую установщик опять же глядите в курс лекций где вы не в план соответствующей лекции там есть ссылка где я рассказывал почему это так вот так вышло с течением времени хотя в действительности это штука которая нужна для того чтобы развернуть исходники применить к исходникам патчи запустить сборку в том виде в котором она предусмотрена обстримом и монтейнером установить вот в тот самый под каталог а дальше из него с помощью специального инструмента сделать бинарный пакет как видите имеет мало общего по тому какие действия она производится установщиком единственное в чем они сходятся сборщик установщик что это работа с пакетом одного и того же формата вот и вот тут вот тема который я бы хотел хотел бы рассказать хотя бы бегом это сборочная среда потому что это вот тема которая нас как разработчиков волнует больше чем остальное но про про репозиторий понятно что я уже говорил что это такой же свободный проект как его компоненты но есть специфика сам репозиторий как программный продукт довольно редко тиражируется редко ставится на другие машины и в основном он разрабатывается как бы совместно вот как такой сервис в таком свободном проекте под названием позиторий в основном весь код сторонний вот если вы разрабатываете свой свободный проект свой неповторимых его вот как тут выразились то вы пишете кота вам помогают в случае если вы участвуете в репозитории илья любая которая вам выгоднее и лучше пожалуйста значит если вы участвуете в репозитории то скорее всего вы слегка трогайте чужой код жалко что я не успел пример ну да ладно это важнее значит в результате сообщество пользователей репозитория это такие люди которые ну по работе как раз связаны с этими самыми пакетами то ли они значит делают дистрибутив на базе репозиторий то ли они куда-то все это ставят то ли они там на работе организует какой-то сет они просто на своем компе вот как я да значит ставят какие-то пакеты да из этого самого репозитория вот такой да за счет объем пользователь причем вот этих последних очень много да это обычные пользователи которые не боятся ставить пакеты вот и все соответственно помимо того что мы знаем потому что по того что репозитория хранилище мы уже видели что 1 1 из его задач это организация доставки apt умеет ходить к репозиториям оттуда все скачивается второе главное достоинство это собственно изолированное окружение смотрите изолированное окружение нужно для того чтобы вы собирали пакет не непонятно в как каким компилятором и и и с какими библиотеками а в точности тем компилятором который сейчас в репозитории с теми библиотеками которые сейчас в репозитории а то вы дома соберете у вас работает отправите на сборку она не работает и вот я как раз не успел показать под это дело есть в разных сообществах разные инструментарий которые организуют вот такую изолированную сборку самый простой способ просто виртуалку сделать но вот то что я тут использовал когда говорил когда создавал такое изолированное окружение там что-то ставил это был более хитрый штук но вот не нужно ставить время что еще когда вы помещаете пакет в репозитории вы туда присылаете исходники бинарники формирует робот если робот не собрал бинарники потому что ваши исходники довольно кривенькие значит у вас не получилось а если у вас получилось то есть некоторая гарантия что вы пакет собрали сообразной дисциплине что он нормально становится и так далее но и всякое хитрое тестирование на стороне репозитория вот например те самые зависимости скажем в наших репозиториях alt linux вообще нету не удовлетворенных зависимости просто нету то есть они там были а потом мы ввели требование что при сборке очередного пакета эти количество этих зависимости не должно увеличиваться она стала уменьшаться и когда она уменьшилась до нуля но больше не увеличивается это правда означает что вы не можете например иногда собрать один пакет вам нужно собрать один пакет и еще в том же атомарном задании пересобрать еще несколько чтобы не получилось так что вот эти несколько потеряют зависимости станут как бы их нельзя будет потом поставить вот но зато это такой сидит наш это довольно хороший роллинг который в общем очень много тратит времени на то чтобы на то чтобы обеспечить вот интеграционной тесте например в сизифе проверяются таблица всех символов экспортируемых всеми библиотеками и всех символов потребных всеми бинарниками и вот если эта таблица это вот такого несоответствия увеличивается это тоже значит такое значит так делать нельзя значит поломалась где-то обе да и вы собирая библиотеку который перестать перестает предоставлять некоторые символы поломаете обе у каких-то других пакетов понятное дело что иначе как в масштабах всего репозитория такой анализатор не сделать вот дополнительной фишкой такого изолированной сборки может являться то что у вас скажем на текущей машине роллинг а вы собираете под замороженную ветку легко и непринужденно вас организуется сборочное окружение соответствующие замороженной ветки вы туда собирать я этим занимаюсь все время последнее что я хочу сказать на чем собственно мы остановимся это кто такой мантейнер и так у нас есть специфика репозитория что в основном в нем чужой код который мы вносим и чужой в том смысле что вы берете сторонний код и адаптировать только в основном процедуру сборку и патчи поэтому главное свойство мантейнера в качестве разработчика это взаимодействие с обстримом то или иное да значит обновление слежение за том что там происходит помощь обстриму проталкивание багов отсюда туда в общем взаимодействие еще более основное на самом деле задача мантейнера это адаптация дисциплине разработчик то есть оформление собственно пакета и такой небольшой первоначальный тестирование ну считается хорошим тоном что мантейнер пользуются пакетом который себя вот значит смотрите к сожалению нельзя впихнуть необъятное объять невпихуемое поэтому мы с вами на этом вообще заканчиваем наш цикл лекций как видите очень много из того что уже не касается непосредственно технологиям разработки но касается технологий так сказать линуксизации да мы не успели потрогать есть парочка спецкурсов которые я читал некоторые из них зафиксированы на видео где про это рассказывается и желающие могут как бы попасть туда вот если так сложится звезды я возможно буду читать похожий спецкурс по сопровождению пакетов либо следующем либо через семестр посмотрим это надо поговорить со всеми вот что хочется сказать в самом конце о как мы с вами видели большая часть того что происходит при разработке под линукс она в общем мало чем отличается от того что происходит при разработке вообще специфику которую мы с вами смотрели по большей части в этом семестре связано с разработкой на си если вы вдруг решите писать проект на си или он так устроишь написать нас еще одна специфика это специфика лицензирования вот тут один из слушателей никак не уймется ему надо самые лучшие в мире лицензии рассказать правильный ответ самый лучший в мире лицензии любая зависит от ваших целей вот 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 видите вас тут уже вам тут уже советуют самые лучшие в мире лицензии и и самое главное скорее всего если вы разрабатываете под линукс гораздо удобнее делать это в контексте открытой разработки именно поэтому я про это так много рассказывал сегодня понятное дело что бывают ситуации когда вам нужен скажем закрытый клиент к сервису и это довольно как бы там уже непонятно что лучше открытый или закрытый вот в том числе и по соображениям патент холдинга вот этого всего но успешными проектами как правило являются открытые в подавляющем большинстве и свободно лицензируем разумеется как видите одно к другому просто подходит вот особых проблем с ведением бизнес таким образом вообще говоря нету особенно в современном мире вот но надо вот эту специфику имейте в виду все на этом наверное я с вами прощаюсь у нас сегодня была последняя лекция вот те кто делал домашние задания я потрачу эту неделю на то чтобы придумать как их оценивать и сделать черновую оценку чтобы вы все видели насколько вам интересно не интересно как-то повышать оценку что с этим делать вот а те кто смотрит еще питончик завтра последняя лекция по питончику на этом я вам желаю удачи значит если вам интересно поучаствовать в разработке под линукс your welcome вот как вы понимаете вам всегда будут рады потому что чем больше наших людей тем лучше вот ну и собственно за этим всем удачи и до свидания вот